Друзья, всем привет, сегодня хочется поговорить о том, как мне удалось пополнить баланс на бафе, и сразу же говорю то, что это способ не факт для того, как правильно пополнять баланс на бафе, это просто то, как мне удалось это сделать. Я не гарантирован то, что у вас 100% получится все это сделать и на каком-то из этапов вас не кинут. Просто мне удалось найти сайт, который позволил мне сделать это пополнение. Насколько он надёжный, я без понятия. Мне удалось сделать это один раз, но не факт, что у меня удастся это сделать во второй раз. Поэтому я на себя никакую ответственность не беру, я лишь вам даю подсказки для того, как можно сделать пополнение на бафе. Как вы понимаете, здесь нужна китайская карточка и либо алиплей. Для алиплея нужно регистрироваться, что весьма непросто сделать тому, кто живет вне Китая, точно так же и с карточкой, потому что там нужна карточка китайская. Соответственно, если у вас все это получится, то мои поздравления, как говорится, это ваш способ пополнения баф. В моем же случае такой возможности не было, я буду делать пополнение через алиплей, но я не зарегистрирован на алиплей, то есть тот QR-код, который мне будут давать на алиплей, я не смогу воплотить. Поэтому для этого я ищу, получается, те ресурсы, которые позволяют делать пополнение QR-кодов алиплей. Один из таких сайтов, который мне нужно найти, это ChinoCash. Я не беру за него ответственность, я не гарантирую, что у вас все получится сделать через него так же, как у меня удалось сделать все через него, а просто я вам говорю о том, что мне удалось сделать пополнение через этот сайт. У меня это получилось один раз, не факт, что у меня это получится в следующий раз. Возможно, они меня кинут, возможно, они вас кинут, поэтому, ребят, никаких гарантий, никаких хороших отзывов за этот сайт я давать не буду. Это никакая реклама, просто я говорю, что мне удалось это сделать через ChinoCash. Возможно, через Google вы найдете другой сайт, который позволит вам пополнять QR-коды. Алиплея. Чуть-чуть вниз пролистав, я вижу, только здесь есть возможность оплаты QR-кодов. Перехожу сюда, выбираю нужную мне систему, это Алиплей получается, и, например, Kiwi, WebMoney, Сбербанк, Альфа-банк. Выбираю Kiwi, тут галочки по вашему желанию, ввожу свой email, ввожу ту сумму, которую я хочу закинуть на сайт, и донейшем создаю заявку. После создания заявки мне приходит вся информация, которая будет необходима для передачи техподдержку, потому что QR-коды, которые здесь задаются на баффе, действует всего лишь 3 минуты. Соответственно, получается, я этот QR-код не создаю заранее, не прикладываю к той информации, которую я буду сделать в заявке, а просто-напросто о дальнейшем. Я беру, листая вниз, нахожу, например, из Skype, либо другой контакт, начиная с ними переписку. В моем случае эта переписка выглядела таким образом. Они говорят о том, что оформляйте заявку. После того, как я оформил заявку, по их просьбе скинул информацию, которую они просили, а именно секретный код и номер заявки. После того, как я предоставил им секретный код и номер заявки, как они просили техподдержки, они говорят о том, что вы можете скидывать QR-код, который был мне передан с помощью баффа, да? Первое, что он работает всего лишь 3 минуты, вы скидываете этот QR-код им в support, они его оплачивают, и баланс вам приходит на сайт. И все. То есть, в принципе, как вы могли заметить, вот тут у меня произошло пополнение. Тут я не с первого раза снимаю этот видеоролик, как вы понимаете, но тем не менее, здесь я сделал пополнение на 50 юаней. То есть, с этим проблем у меня не возникло. Опять же, я еще раз повторяю, ChinoCasher это не реклама, просто я нашел тот сайт, который позволил мне сделать пополнение. В таких сайтах еще есть несколько штук, как минимум, которые я нашел. Я не несу за него ответственности, и я не гарантирую, что он вас не обманет. Поэтому все. На вашу ответственность при пополнении сайта. Я просто сказал то, как мне удалось сделать пополнение на этом сайте. Вы можете также через Google попробовать поискать другие сайты, которые позволят вам сделать пополнение QR кодов китайских, и в дальнейшем уже делать это своим способом. То есть, я сразу же скажу то, что на Kiwi было мною потрачено более 600 рублей, а именно 602 рубля. Я получил 50 юаней на баланс. Получается бафа. 50 юаней, это по нашему сегодняшнему курсу, это 518 рублей. Получается, я на эти 518 рублей могу что-то найти на бафе. Давайте, в принципе, взглянем вообще, какие пушки нам предлагаются примерно в этом ценовом дипозоне, и насколько они выгодны, например, для вывода в Steam. В дальнейшем у каждого свой способ вывода с бафа. Кто-то может переводить баланс сразу на маркет, кто-то будет переводить баланс на Steam, и уже потом через какие-то другие источники, обратно в Реал, на Kiwi, или там в WebMoney и так далее. Конечно же, я сразу скажу то, что через киевые пополнения навряд ли оказываются самым выгодным. Наверняка есть более выгодные пополнения в данном случае. И, получается, мы с вами смотрим, какие 10 предложений есть на рынке бафа. По каким суммам. То есть, например, я могу купить Грифон за 47,79 юаней, который будет продаваться спокойно, получается, на Steam за 750 рублей. То есть, получается, при моих затраченных 48 юаней я получу, то есть, 498 рублей я получу на Steam с учетом комиссии, 650 умножаем 87, 652 рубля. Как вы будете выводить эти 652 рубля обратно в Реал, право ваше. И, возможно, вы будете их как-то выводить совсем по-другому, не дефолтными шмотками из контры. Возможно, вы будете пасть какие-то наклейки, которые вдруг начали расти, и их можно выгодно купить все еще на бафе. Или вы будете выкупать какие-то скины с хорошими наклейками, с ката 14 и так далее и тому подобное. Как говорится, все на вашу фантазию. Также не забываем то, что есть и дота на бафе. Получается, дота у нас без банок. Можно попробовать выводить доту, например, на дотамаркет, либо на какой-то другой сайт. И сразу же, получается, выводить баланс Реал с этого сайта при продаже доты. Там уже, получается, надо будет смотреть вам на проценты, насколько это выгодно делать. Ну, а что касается, например, продаж, которые мне удалось сделать на бафе. Как видите, я здесь продал какие-то наклейки. Сразу же скажу, что наклейку Noble выгодно продать мне не удалось. BombDog, хоть я его не продал, тоже невыгодно продавал его. То есть с этих наклейок мой профит выйдет где-то процентов 5, с счетом того, какие скины я найду обратно на вывод с бафа. Среди стишкой я тоже не самую выгодную сделал продажу. Ну, а что касается наклейки клоудов, наклейки флипов и фнатиков, я смог сюда выгодно завести. То есть, например, если мы будем сейчас чекать с вами какие-то пушки на бафе 280 юаней до 290 юаней, то я найду достаточно выгодных оружий для вывода обратно под стим. То есть мы можем спокойно открыть, допустим, рандомные пушки Orion, Neon War, Famous, глянуть, как они продаются на ТП, за сколько. При этом, я напомню то, что я продал наклейку фнатиков здесь, на китайском рынке, с учетом курса китайского юаня, за 3 тысячи рублей. При этом я потратил 3 500 тысячи рублей на эту наклейку в стиме по автобайн. Как мы с вами видим, я могу этот юзп спокойно продать за 4 900, за 4 800. Как вы видите, Famous не самый выгодный оказался. То есть я могу продать за 4 600 и 4 500, с учетом конкурентов. Например, Neon War можно продать за 5 тысяч, он спокойно надеет про это за 5 тысяч. То есть, опять же, надо выбирать, какие скины стоит отсюда выводить, потому что ранится 500 рублей, ну, чувствуется, да? То есть, получается, если я буду продавать, например, юзп неонуар за 5 тысяч рублей, с учетом того, что у меня даже конкурент за 5 300 стоит, я заработаю с этого юзпа по итогу чистыми на стиме 4 350. При этом мной было потрачено на эту наклейку 3 500, то есть по итогу я заработал 150 рублей чистыми обратно на стим. Получается, при переводе балика на баф, я ориентировался на какие-то интересные наклейки, при этом они не из дешевого сегмента, и при этом у них есть шанс того, что они в будущем будут расти. То есть, на них есть спрос даже за невыгодный прайс покупателю, скажем так. Зато выгодный прайс нам. И получается, с этого я получил свою какую-то пленную копеечку. Также не забывайте смотреть на графики продаж на бафе и внутри стима. Могу сразу сказать, что одна наклейка у меня здесь не ушла за выгодный прайс, и я ее по итогу решил продавать не здесь, я ее продал получается на CS Money. Мне это было тоже выгодно. Как видите, я наклейки продавал не спеша, две наклейки продал 7 мая. Наклейку DC-шки я продал вообще 20 апреля. Scream App и наклейку Noble я продал 15-14 числа. То есть, я занимался здесь завозом не спеша. То есть, можно сделать вывод для того, что я сюда не смог завести быстро баланс и при этом в большом количестве. Но я вам даю пищу для размышлений. Наверняка вы найдете какой-то хороший способ для завоза баланса на баф со стима и из реала. И при этом, опять же, выгодный вывод баланса с бафа обратно. Ну а на этом у меня все. Я вам просто дал какую-то информацию. Я вам не даю какую-то в этом видео схему для работы. Я просто вам дал пищу для размышлений. С вас лайки и подписки на канал. Не забывайте о комментариях. Ну и до встречи.